В эфире Вести недели. С вами в студии Анри Юлиан. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Как закусочным киоском США присвоят знаки качества? В какой стране открылся первый православный курорт? Что может случиться, если не проверять содержимое пылесоса? Об этом вы узнаете в нашем выпуске новостей. Оставайтесь с нами. Член Нью-Йоркского горсовета Кэрен Кословиц внесла на обсуждение законопроект, в котором она предлагает начать присваивать тележкам продавцов уличной еды оценки в виде буквы A, B или C, так как это сейчас происходит с городскими ресторанами. Мисс Кословиц аргументирует свое предложение тем, что клиенты должны знать, что они покупают, ведь по уличной тележке обычно сложно определить ее санитарное состояние. Напомним, что буквенная оценка санитарного состояния ресторанов Нью-Йорка была введена в 2010 году. Шон Базинский, директор группы Urban Justice Center Street Wander Project, который представляет более 2000 уличных торговцев города, заявил, что их организация готова сотрудничать с властями в данном вопросе. Более того, он говорит, что уличные торговцы едой давно просили ввести подобную систему оценки санитарного состояния. Сейчас их проверяют почти каждый месяц, однако покупатели не всегда верят в то, что их еда не только вкусная, но и безопасная. Департамент здравоохранения также рассмотрит данный документ. В городе Сочи теперь есть первый в своем роде православный курорт под названием Лесное. Городская администрация рассказала, что его основная цель – привлечение внимания современных паломников и религиозных туристов. Известно, что на территории этого комплекса можно будет заказать специальные экскурсии в религиозные места указанного региона. Так отдыхающие получат возможность побывать на руинах христианских храмах Средневековья, посетить греческую православную церковь Святого Георгия и каньон Псахо. Сообщается, что курорт Лесное ввели в работу по программе развития православного туризма в этом регионе. До этого Кубанская и Екатериноградская епархии Русской Православной Церкви смогли запустить свыше десятка разных туристических туров, которые ориентированы на паломничество и современный религиозный туризм. Работники одной из мусорных свалок в польском городке Колобжик нашли, к своему удивлению, в выброшенном пылесосе и аудиоколонке купюры на общую сумму в 500 тысяч евро. Сообщается, что забытые деньги вывалились на транспортирующую ленту. Найденные купюры люди не стали присваивать себе, а передали в полицию, где сумели выяснить, кому именно принадлежат деньги. Хозяин сбережений достаточно быстро спохватился и пришел к правоохранителям за помощью в поиске капитала. Владелец богатства полностью описал свои вещи и вспомнил число, когда выбросил бытовую технику на свалку, а после этого благополучно получил сбережения назад. На этом я с вами прощаюсь. Эти и другие новости вы сможете найти на канале YouTube, а также в популярных социальных сетях. У микрофона был Андрей Юлиан. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok